Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас вот такая большая коробочка с сайта SimaLand. Давно там ничего не заказывала, сейчас будем вместе с вами распаковывать и смотреть. Девчонки, для тех, кто не знаком с сайтом SimaLand, я вам очень советую познакомиться, потому что там действительно территория прям низких цен. Я, когда у меня ребенок был маленький, постоянно заказывала там всякие развивашки, но на совместных закупках, то есть через девочку, у которой там были точки раздачи заказов, когда подъезжала в машину, мы подходили, забирали. Я прям несколько лет там делала у нее заказы и тут вспомнила про него, так как сейчас большинство магазинов было закрыто и закрыто до сих пор. Ну, это очень удобно, все время мы в основном проводим дома, поэтому здесь много чего для ребенка. Посылка мне пришла достаточно быстро, за доставку до Тулы где-то 200 рублей. Я надеюсь, здесь есть накладная, если нету, я буду тогда смотреть по сайту. Так, давайте, девчонки, начнем. Цены, конечно, просто сказочные, поэтому оставайтесь со мной до конца. Накладная, к сожалению, не оказалась, поэтому цену вам буду прописывать. Девчонки, вот такую мы заказали игрушку-аппликацию 3D с двигающимися элементами. Она была как-то прям очень дешево, очень. Это Эва у нас, да, и вот здесь детальки, и должны получиться такие ножницы. Это довольно занимательное занятие, так скажем, да, они бывают всевозможными. Ребенка увлечь, ну, мне кажется, потрясающие. От трех лет вполне себе мы такие штуки делали, по-моему, даже раньше. Так, дальше. Я заказала, девчонки, себе тюль вот такого вот цвета красивого. Долго выбирала, взять ли шторы для кухни или взять тюль, потому что я люблю, чтобы там были шторы в пол у меня, и были они под цвет кухни. Она у меня в оливковых тонах, в оливково-зеленых, скажем так, поэтому вот этот цвет подходит. Штора размером получается 145 на 260, и я хочу разрезать ее на две половинки и сделать из нее на кухне две шторки такие. Сейчас посмотрим, что из себя представит. Все приходит хорошо запакованно, но я говорю, я очень много лет заказывала на сайте Симулэн, но тут что-то про него забыла, потому что много всяких полезностей. Что-то, девчонки, есть дороже, а что-то прям вот гораздо дешевле, копеечные цены. Вуаль, это тюль, приходит с лентой. Слушайте, нет, она маленькая. А может, разрежу на две половинки, как бы вам показать. Вот вдвое сложу, если... Да нет, для кухни, в принципе, это у меня нормально. У меня окно маленькое. Разрезать на две части, все равно она будет по бокам собранная. Я постараюсь, девочки, сделать это все сегодня и сделать видеоставочку, как смотрится на окошках вот эта вот вуаль. Девчонки, ну вот так это смотрится, когда они одни, конечно, маловато. Вот если бы их было две, тогда да. Так, в принципе, я их подшила. Так, как вот с вот этой стороны, да, подшивала их. Все подшила нормально, аккуратненько разрезала. И решила еще одну тюль, просто под ней сделать, потому что так, ну, прям их совсем маловато. А так на окошко одной, вот видите, она безборочек получается. Я придумала вот тут внизу вот так. Видите, их присобачить. Ну, так в целом, в принципе, ну, очень достойненько смотрится. Главное, что цвет мой, потому что я вот такие цвета вообще в магазинах подобрать не могу. Это мне прям под плитку на кухне. И шкафчики у меня здесь зеленые. Так что, в принципе, мне, девчонки, понравилось. За 300 рублей так слегка обновить кухоньку легенькими шторочками. Может, еще что-то с завязками попридумываю, пока их так вот заткнула. Они длинные, кстати. Они длинные, мне не хотелось уже больше их подшивать, поэтому вот так пока задела, и все. И дальше очень интересный конструктор, такой впервые я увидела. Смотрите, здесь внутри должно быть несколько, несколько, очень много вот таких брусочков, клей в комплекте, и мы будем строить этот дом. Всевозможные варианты коттеджей на обратной стороне я долго выбирала. Сделано в России, это, да, российский производитель. Английский домик. Количество элементов 360. Размер постройки 162 в миллиметрах. Значит, 16 см на 12 см на 12 см. То есть он, в принципе, будет такой небольшой, аккуратненький домик. Сейчас посмотрим, насколько мелкие детали. Комплектация. Вот, девчонки, видите, да, кирпичи. У меня, наверное, не зеркалит съемка, сейчас лучше зачитаю. Основы крыш с имитацией черепицы. Картонные комплектующие. Подоконники, окна, двери, декоративные элементы. Площадка под строение с имитацией ландшафта. Инструкция по сборке. Кирпичики. Что-то я не вижу здесь клей. Вроде на сайте писали, что здесь должен быть клей. Так, сейчас откроем, посмотрим. Есть клей, клей обычный, девчонки, вот такой. Да, такой фикс, по-моему, у нас продается. Вот какого размера кирпичики. Они такие легкие, разноцветные. Так, вот у нас картонки всякие. Это под ландшафт у нас, да, что-то будет. Это окна, наверное, наклейки. И крыши. Вот крыши, кусочки крыш. Мне кажется, это очень интересно, собрать такой домик самим, да, котенки? Вообще, мне кажется, круто. Вот здесь подробная инструкция, как что делать. Мне кажется, классно. Такой даже домик, знаете, поставить куда-нибудь красиво будет смотреться. Будем собирать. Как-нибудь во влоге, может, девчонки, вам покажу все это. Давай слайм. Так, вот такой вот у нас лизун, получается, они слайм. И здесь еще внутри какая-то букашка. Сейчас я тебе дам, сейчас, дай хоть посмотреть. Ой, он такой, да, это слайм, нет, не слайм, это лизун все-таки, это лизун, да. И внутри вот такая букашка. Ну, тоже как бы, ой, он холодный. Они всегда, вот эти штуки такие холодные. Так, поехали дальше. Дальше у меня было несколько паслов, три штуки. Одна коробка почему-то открыта, но они не вывалились. Они мелкие, они мелкие, но уже нам, в принципе, в 7 лет самое оно. Первый пазл вот такой, 54 элемента. Размер деталей, девчонки, вот какой. Для ребенка 6-7 лет, это, в принципе, уже нормальный размер. И 54 детали, как раз, чтобы ребенка занять на час, мне кажется. Так, второй тоже 54 детали, My Little Pony. И третий сказочный патруль, тоже 54 детали. Вот так вот они выглядят. Считай даром. Мы взяли на машину там дворники. Очень бюджетно, девчонки. На переднее лобовое стекло. Один побольше у нас получается, другой поменьше. У нас уже были такие, но мы брали их в магазине гораздо дороже. Давайте с вами откроем. Посмотрим хотя бы. Запаковано все хорошо. Здесь, кстати, сзади есть вот сантиметры, да, размер вашего дворника. Мы брали по размеру нашей машины, потому что сейчас, да, многие магазины закрыты, в том числе автозапчисления. Некоторые работают, но, тем не менее, там гораздо дешевле на Симуленд. Дворник приходит вот так. И здесь у нас, по-моему, вот эта вот накладка, да. Вот она накладка. Это бескаркасные дворники. Самые обычные, классические, да. Тоже считай за копейки вообще. Так, поехали дальше. Взяли вот такую чесалку. У нас такая была деревянная из Абхазии. Мы привозили. Взяли вот такую. Она уже у нас с металлической ручкой. То мы сломали. Как-то совсем тоже очень дешево все было. Вообще. Так, она не телескопическая, по-моему, да. Она вот так не выдвигается. Какая есть, такая и есть. Ну, девчонки, я люблю такие вещи. Мы с котенком, да, перед сном можем вот так вот такой штучкой друг друга почесать. Вообще очень приятно. Так. Заказала себе кисти. Там очень много кистей. Мне показались вот эти вот, девчонки, более-менее теми, которые я хочу. Две штучки. Очень дешево тоже. Это у нас кисть для макияжа. Изготовитель у нас Китай. Импортеры город Екатеринбург. Сима Лэнд находится в Екатеринбурге. Чтобы вы знали, приблизительно, как далеко вы находитесь от этого города и сколько будет стоить доставка. Там есть и курьерская доставка. И можно выбрать человеком, который вот эти раздачи делает. Да, это самая дешевая получается раздача. У нас это всегда называлось доставка. И на почту. Я заказала на почту. Вот мне где-то 200 рублей обошлась она. Так, кисточки, девчонки. Мне очень интересно, из чего они сделаны, да? Из чего они сделаны, не написано. А вот состав нейлон, пластик, металл. Они красивые, довольно бюджетные. Сейчас я обе достану и вам покажу. И мне показалось, что они будут хорошо набиты. Ну, судя по фото. Так, вот они, кисточки. Ой, вот это классное. Я вот такие не люблю. Тени прорисовывать, там, складочку и так далее. А вот это вот душевать и наносить. В принципе, девчонки, волосы не лезут. Все ровненько. И я бы сказала, что вот по мягкости и набитости они похожи на фаберликовские. Вот это так точно. Вот это, может, чуть послабее набито фаберликовской. Но, по сути, вот прям очень похоже. Вот такие красивые две кисточки. Я рада. Так, поехали дальше. Купила игру вот такие вот фанты. Ребенку развлекаться тоже 5+. Это у нас, она, кривляки. Кривлялки называются. Здесь 2 игрока. Должны быть 20 минут, 20 карточек. Активная... Ну, давайте распакуем, посмотрим. Тоже, чтобы дома заняться. Сейчас еще погода такая у нас, девчонки, дубак. То есть даже вот так прогуляться на природу, да, никуда не выйдешь. Ну, это, во-первых. Во-вторых, самоизоляция. Так, вот так вот выглядят карточки. Я никогда не играла в фанты. Честное слово. Поэтому я не представляю. Нравится? Будем сегодня играть, да? Папа придет домой вечером. Так. Значит, тут, походу, надо тянуть карточку, да, и показывать то, что тебе досталось. Вытягивай карточку, читай задание, выполняй кривляки. Да. Это прикольно. Мы так играли с ребенком. Ну, наверное, это тоже получается фанты. Нам папа давал задание, мы с ней кривлялись. Был очень весело. Нам понравилось, да? Вот, а теперь у нас есть 20 карточек с заданиями, и мы будем играть. Заказала вот такое себе кашпо за копейки. Смотрите, какое миленькое. Под интерьер, у кого интерьер в белых молочных цветах, мне кажется, еще очень круто. Прям вот миленькое-миленькое. Пересажу туда свой цветочек. Сегодня мне муж купит землю, пересажу туда цветочек, а то он у меня сидит в некрасивом горшочке, маленький, на балконе. Так, дальше. Игрушка из фетра 6+. Вот это вот мы покупали, когда Ксюше, наверное, было года 4-5, и как-то я все равно помогала шить. Я хочу сейчас, чтобы она сделала это сама. Чтобы эту игрушку она сделала сама. Здесь есть бисер, иголки в составе, нитки и сама ткань. Мы будем вырезать, да, нишку вот этого собачку из фетра и сшивать его вот так, обшивать, пришивать бисеринки. Тоже очень занимательно, мне кажется, и надолго. Будешь делать собачку? Только ты мне поможешь. Ну, конечно. Так, еще одно развлекало его, девчонки, это бомбочки для ванны с морской солью. Хочу сказать, что хоть посылка была и рыхлая, ничем не приложена, ничего не помялась, не разломалась и так далее. Бомбочки из соли. Я в инстаграм недавно пыталась сделать то же самое, они у нас почему-то не шипели. Надо посмотреть, какой тут состав, и потом тоже делать самим из морской соли. Натуральная морская соль, лимонная кислота. Вот, у нас не было лимонной кислоты, почему они у нас не шипели? У нас был лимон, мы просто лимон выжимали в эту смесь, поэтому не получилось. Пищевая сода это у нас была, одушка и краситель. Вот, значит, все дело в лимонной кислоте, потому что у нас был состав такой же, только мы туда вместо лимона и кислоты добавили лимон. Тоже добавляли одушку, тоже добавляли краситель. Теперь будем знать, сделаем обязательно эту бомбочку, зеленый чай у нас, и тут внутри, сейчас посмотрим, ну раскрыть уже хочется же, все интересно, формочка в виде дельфинчика, вот так, она нам, кстати, потом пригодится, да, когда мы с тобой будем делать сами, эта формочка. Два пузыречка, это, наверное, ароматизатор и краситель, красителей у нас и так есть много, так, и надо морской солью затариться, будем с тобой бомбочки делать разных цветов, тут морской соль, это, смотрите, кот наплакал, гранула крупная, так, это, я так понимаю, у нас, наверное, соль, а это лимонная кислота, да, смотрите, как много лимонной кислоты, я видела рецепт, что ее должно в 2 раза меньше, чем соли, вот, и 3 пакетика, будем делать, тоже, может быть, в инстаграм или во влоге вам сниму, посмотрите вообще, что это такое, купила вот такие девчонки часы со стрелками, вообще, за копейки тоже, считай, бесплатно, потому что мы никак не можем определиться со временем и понять, что такое там 16 часов и так далее, решила полотничком заняться этим вопросом и научить все-таки добиться ребенком понимания часов, да, именно часов, держи, там стрелки шевелятся, все нормально, они там какая-то конструкция, да, котен, так, и после, а не, не, не последний еще, самое интересное в конце, вот такую еще игрушку девчонки заказали сделать, зайку из фетра, тоже классно, мне кажется, здесь у нас прям подробная инструкция, как этого милого зайку сделать и материалы, то есть он будет такой небольшой, мне кажется, для малышей вообще классно, так сделать и подарить какому-нибудь малышу, да, котен? Ну, можно. Нужна только иголка, значит, иголки здесь в составе нет, а все остальное, ткани, нитки, наполнитель, все здесь есть, классно, нам теперь с тобой занятий. Очень хотелось какую-нибудь крутую настольную игру, и я решила взять вот такую словодел, у нас подобного не было, и вроде как и ребенок развивается, и слова, и грамматику учит, и так далее, от 7 лет, но нам почти 7. Очень плотная такая конструкция, и он магнитный, словодел вот этот, там много словоделов было на сайте, но именно вот этот только магнитный, хотя и не самый дорогой. Сейчас мы откроем, сейчас, котеночек, все можно, все сейчас будешь делать, все трогать. Будем играть, обязательно. Так, во все будем играть. Так, добротная такая конструкция, прям коробочка из плотного пластика. Здесь еще скотч, не все так просто. Все, скотч сняли, вот так открывается коробочка, плотная прозрачная крышечка. Так, здесь у нас картоночка, наверное, с правилами. Да, вот она. И сама игра. Аккуратно. Кубики, конечно, не очень большие, но они примагничиваются хоть. А, нам нужно еще вот эту штуку разделить, да, и прилепить, это магнит. Это магнит, он вот так у нас будет отрываться, каждый кубичек, и мы будем кубиком вставлять, да, наверное, вставлять вместе с вот этой штукой, в букву, с губкой. Да, ну-ка, я сейчас хочу попробовать, просто магнитится или нет, если не магнитится, будет обидно. Да, прям с губкой вставила туда в букву, она полая, магнит, ой, да, все, вот буква примагнитилась, вот она, вот все, на месте стоит. Это классно, что магнитное, здесь поле, и вот много, не потерять, главное, много-много букв, много. И мы будем составлять слова, посмотрим, почитаем правила. Ну, прикольно, мне кажется, для ребенка в 7 лет, в принципе, это нормальный размер. А младше, конечно, не стоит. Там есть словодел МАКСИ, то есть там крупные буквы, но он не магнитный, вот, поэтому вот так. Ну, на этом все, мои хорошие. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, задавайте их в комментариях, с радостью всем отвечу. На этом я с вами прощаюсь, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного, а я вас люблю и целую. Всем пока-пока, берегите себя.